МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Словно богатая. Стало известно, кто из актрис зарабатывает больше всех. Число погибших при землетрясении в Италии возросло до 37 человек. Спасатели продолжают операцию. Много жителей пострадавших городов остаются под завалами. В данный момент пропавшими без вести считают 150 человек. Вы в состоянии дышать хоть немного? Только немного. Немного? Это уже хорошо. Важно сохранять спокойствие. Спасатели уже едут. Мы будем стараться убрать плиту. Но нужно их дождаться, чтобы не навредить вам. Хорошо? Я понимаю, но мне нужно в туалет. Я знаю, что вам это не понравится, но если вам нужно в туалет, придется сделать это прямо там. Мэр города Аквилла уже заверил, что предоставит 250 квартир тем, кто лишился крова. Заверил в оказании помощи и глава государства. В трудные моменты Италия мобилизуется. Правительство старается не оставить без помощи никого, ни одной семьи, ни одного человека. В ближайшие часы мы должны разобрать завалы. Мы вернем надежду в дома пострадавших. Ночью в Центральной Италии были зафиксированы подземные толчки магнитудой больше 6 баллов. Я пытался передвигаться в темноте, без света. Не было электричества. Я взял жену за руку, и в темноте мы пытались найти выход. Я чувствовал, как наступал на мусор под ногами, камни, куски сломанной мебели. Эпицентр землетрясения находился в 113 километрах к северо-востоку от Рима и в 48 километрах к северу от города Аквилла. Очаг залегал на глубине 10 километров. Грузовой поезд врезался в автобус в Оснабрюке в среду утром, в результате чего несколько человек получили ранения, сообщают местные СМИ. Крушение произошло в 8.15 утра, когда поезд протаранил заднюю часть автобуса, который стоял неподвижно на рельсах, пишет издание Noe Osnabrücker Zeitung. Аварийные службы прибыли на место происшествия. В ликвидации последствий принимают участие вертолеты. Ими доставляют в больницу пострадавших. На данный момент неясно, есть ли среди раненых дети. Сообщается только, что пострадавших 9 человек, двое из них в тяжелом состоянии. Правительство Германии утвердило новую концепцию гражданской обороны. Документ разработан Министерством внутренних дел. В концепции описан план действий правительства на случай вооруженного нападения, теракта, кибератаки и других чрезвычайных ситуаций. В документе подчеркивают, что нападение на территорию Германии, при котором потребовалось бы прибегать к традиционным средствам обороны, маловероятно. Но на всякий случай советуют жителям ФРГ создавать собственные запасы на случай кризисной ситуации, чтобы люди могли временно обеспечить себя самым необходимым – водой, электроэнергией и наличными деньгами. А в случае атаки обещают оповещать о ней население по радио, телевидению, через громкоговорители, а также при помощи общего сигнала тревоги. Новые нормы раскритиковали оппозиционеры. По их мнению, положение концепции могут посеять панику среди жителей. Сами немцы, которых корреспонденты опросили на улицах городов, в большинстве позитивно отозвались о новациях. Ну, у нас и без этих рекомендаций всегда, думаю, есть какая-то еда и вода. Так что ничего необычного в этом нет. Не на месяц, конечно, на пару дней. Но это не причина для паники. Я думаю, очень хорошо, что люди будут настороже. Мы должны помнить, что всякое может произойти. Сейчас молодежь не думает о будущем. У них ничего не припасено. Они не помнят, что могут прийти и непростые времена. А вот мы пережили войну. У нас всегда есть что-то в закромах. Разрабатывать новые нормы гражданской обороны начали еще в 2012 году. По поручению Комитета Бундестага по бюджету. Это первый подобный документ, выпущенный с момента окончания Холодной войны в 1989 году. Немецкий канцлер Ангела Меркель заговорила о связи между российскими организациями и некоторыми правыми европейскими партиями. Об этом канцлерин сказала во время интервью немецкой газете Redaktionsnetzwerks Deutschland. На вопрос издания о том, может ли Россия попытаться путем поддержки популистских сил в Европе дестабилизировать политическую ситуацию в Германии, Меркель не ответила. Но сказала, что, цитата, между некоторыми европейскими правыми и российскими организациями существуют довольно интенсивные отношения. Немецкое издание Die Welt также цитирует отрывки из этого интервью. И пишет, что несмотря на такую ситуацию с правыми, Меркель не считает немецкую партию альтернативой для Германии, партию евроскептиков пятой колонной Кремля. Напомним, ранее лидеры альтернативы для Германии заявляли, что НАТО нужно заменить новым европейским порядком, в котором бы принимала участие и Россия. АДГ также открыто призывала Запад признать законной оккупацию украинского полуострова Крым, объясняя это исторической справедливостью. Согласно мартовскому соцопросу, в Германии растет популярность правых популистов. Продолжение следует... За петицией, как отмечает издание, стоит некий Рене Райнман, который в прошлом уже выступал с требованием к России от имени немецких граждан и компаний предоставить территорию для создания немецкого государства, а также призывавший заключить пакт о ненападении с Россией. Украина в среду отмечает День независимости. 24 августа 1991-го Верховный Совет УСССР принял резолюцию о выходе из состава Советского Союза. В Киеве на Майдане прошел военный парад. В честь 25-летия независимости на трибуне присутствовали все президенты Украины, кроме Виктора Януковича. Он бежал из страны на фоне массовых протестов 2014-го и предположительно скрывается в России. Поздравить украинцев приехал польский президент Анджей Дуда. Петр Порошенко поблагодарил всех, кто был причастен к обретению страной независимости, включая боровшихся против советской власти украинских диссидентов. Постоянное оглядывание на Москву, вера в мифическое братство, патернализм и социалистические стереотипы прочно сидели в сознании общества, гирями висели на ногах и мешали идти вперед. Президент сообщил, что после 25 лет юности Украина вступает в период зрелости. Порошенко обратился к украинцам, которые отмечают праздник на неподконтрольных властям территориях, на востоке страны и в Крыму. «Это Кремль воспринимает землю украинского Донбасса как театр военных действий, а жители региона – как пушечное мясо для обеспечения своих имперских амбиций. А для нас – вы наши, родные, близкие, временно разволчены со своей украинской семьёй, родиной, которая обязательно объединится и встретится вместе за праздничным столом». Собравшиеся почтили минуты молчания погибших в результате вооружённого конфликта в Донбассе. По данным ООН, с апреля 2014-го их число почти достигло 10 тысяч. По Крещатику и Майдану прошли колонны морской пехоты, десанта, связистов и других родов войск. Перед зрителями появлялись БТРы, танки модели «Булат», самоходные ракетные установки, комплексы ПВО и «Буки». По данным властей, на Майдане и Крещатике собрались свыше 4 тысяч зрителей. Страшное нападение исламиста в Австралии. 29-летний француз с криками «Аллах Акбар» зарезал 21-летнюю британку. Ещё один гражданин Великобритании получил глубокие ножевые ранения. Пострадал также местный житель, но его жизнь вне опасности. Убийцу задержали на месте преступления. Трагедия произошла в общежитии в Хилле, сельском городке, расположенном к югу от Таунсвилла, в северном австралийском штате Квинсленд. В полиции считают, что нападение имело экстремистский характер. Следствие выясняет, был ли нападавший связан с боевиками террористической группировки «Исламское государство». Мы полагаем, что нападавший действовал самостоятельно. Он приехал сюда с туристической целью, пока мы не обнаружили каких-либо связей его с местными жителями. Мотивы атаки неясны. Официальная Кандера заявила, что обеспокоена ростом экстремизма в стране. Еще в 2014 году, после захвата заложников в кафе «Сиднея», власти подняли уровень безопасности террористической угрозы до самого высокого. В последнее время силовики провели серию антитеррористических рейдов в различных городах страны, а парламентарии приняли новые законы о национальной безопасности. Рядом с отелем в курортном городе Потани на юге Таиланда сработали две бомбы. По данным полиции, первый взрыв прогремел на парковке. Несколько машин были повреждены, но никто не пострадал. Второе устройство было заложено в оставленном рядом со входом отель в грузовике, неподалеку от караоке-бара и массажного салона. Один человек погиб, около 30 получили ранения. По сведениям властей, иностранцев среди них нет. Около двух недель назад в нескольких курортных городах Таиланда произошла серия похожих взрывов. Полиция подозревала, что за ними стояли повстанческие группировки, с которыми сражаются власти. Но ответственность за нападение никто не взял. Турецкий спецназ при поддержке авиации НАТО в среду утром начал наземную операцию в Сирии, в районе приграничного города Джараблуз. Он находится под контролем боевиков группировки «Исламское государство». Анкара заявляет, что решение было принято после того, как турецкий приграничный город Каркамыш во вторник подвергся обстрелу со стороны Сирии. Власти предложили местным жителям бесплатный транспорт для эвакуации в безопасные районы. Тех, кто остался, призвали не покидать свои дома. Ранее президент Турции Реджеп Таип Эрдаган обвинил боевиков «Исламского государства» в организации взрыва на курдской свадьбе, в результате которого погибли 54 человека, в том числе 22 ребёнка. Он также пообещал очистить приграничные районы Сирии от джихадистов. В начале августа пользующиеся поддержкой США демократические силы Сирии, в них входят курские отряды самообороны и оппозиционные Башару Асаду повстанцы, заявили об освобождении от исламистов города Манбич в 40 километрах к югу от Джараблуса. Турция опасается возможного приближения курдов к своим границам. Поэтому Анкара решила оказать помощь другим противникам Асада – свободной сирийской армии, которая готовилась к штурму Джараблуса. По данным Минобороны Турции, в среду утром бронетехника и артиллерия, дислоцированная на турецкой территории, уничтожила около 70 целей боевиков «Исламского государства». Еще по нескольким объектам джихадистов нанесла удара авиация. По словам военных, наземные боевые действия пока не начались, но турецкие танки и подразделения спецназа уже вошли на территорию Сирии. Затянулась бурой тиной. Восток Соединенных Штатов страдает от нашествия водорослей. Местные реки, озера и каналы стали из синих зелеными. Поверхность воды полностью покрыта растениями. Такого экологического бедствия тут не видели десятки лет. Экологи говорят, для того, чтобы водную гладь настолько сильно затянула рязкой, должно было совпасть сразу несколько условий. В том числе и вмешательство человека в живую природу. Тут сошлись воедино сразу несколько факторов. Во-первых, загрязнение реки веществами, которыми питается рязка. Во-вторых, зима с рекордными снегопадами, потом жаркое и сухое лето. В общем, все к одному. Теперь экологи и местные власти не знают, как справиться с бедствием. Ведь рязка может быть ядовитой и потенциально опасна для человека, особенно для детей. К тому же она портит вид водоемов, плохо пахнет и отпугивает туристов. Пока чиновники советуют жителям региона не приближаться к водоемам, ни в коем случае не купаться в цветущей воде и не пить ее. И ждут зимы, когда цветение прекратится само собой. Едва отгремели игры в Бразилии, олимпийский флаг уже прибыл в Токио, столицу 32-х соревнований. Они состоятся в 2020 году. Мэр Рио Эдуардо Паэса передал флаг олимпиады губернатору Токио Юрика Койке во время церемонии закрытия игр 21 августа на стадионе Маракана. И теперь она вынесла этот флаг с пятью кольцами из самолета, который сел в токийском аэропорту. Давайте будем работать вместе, чтобы через четыре года провести прекрасные олимпийские и паралимпийские игры в Токио. Право проводить соревнования японская столица отвоевала в борьбе с Истамбулом и Мадридом. В 1964 году Токио уже проводил летнюю олимпиаду, на тот момент первую в Азии. В Токио должны были пройти и Олимпийские игры 1940 года. Но из-за начала Второй мировой войны их перенесли в Хельсинки, а затем и вовсе отменили. Звезда голодных игр Дженнифер Лоуренс возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых актрис мира, составленный американским журналом Forbes. За последний год 25-летняя обладательница «Оскара» по оценке Forbes заработала 52 миллиона долларов. На втором месте Скарлетт Йоханссон, доход которой оценен в 35,5 миллионов долларов. Замыкает тройку звезда картины «Шпион» Мелисса Маккарти, заработавшая 23 миллиона долларов. Практически все актрисы в рейтинге представляют Голливуд. Исключением стала китаянка Фань Бинбин, сыгравшая главную роль в фильме «Белокурая невеста» из «Лунного королевства». Ее доход оценивается в 21 миллион долларов. Это позволило Фань Бинбин занять четвертое место в рейтинге. В список самых высокооплачиваемых актрис также вошли Дженнифер Энистон, Джулия Робертс, Анжелина Джоли, Риса Уизерспун, Энн Хэттуэй, Кристин Стюарт, Камерон Диас, Гвинет Пелтроу, Мэрил Стрип, Аманда Сейфрид, Сандра Балок, Эмма Стоун, Мила Кунис и Натали Портман. В совокупности 18 участниц списка самых высокооплачиваемых актрис мира заработали за год 281 миллион долларов без учета налогов. Субтитры создавал DimaTorzok